Товарищи сержанты, товарищи солдаты, товарищи офицеры, дорогие друзья! Сегодня я здесь, чтобы еще раз поблагодарить вас, военнослужащих 58-й армии, за героическую службу. Вновь заявить о нашей решимости и впредь защищать мирную жизнь осетинского народа, всех народов Кавказа. Сегодняшний день, 8 августа, трагическая дата современной истории. Ровно год назад была совершена варварская агрессия против жителей Южной Осетии и российских миротворцев. Был расстрелян город Цхенвал, убиты мирные граждане. Тысячи людей стали жертвами гуманитарной катастрофы. Без крова остались старики, дети, женщины. В одночасье были сведены на нет все многолетние усилия по урегулированию ситуации в Южной Осетии. Растоптаны нормы международного права. Все, что тогда происходило, находится за гранью человеческого понимания. Цель, которую поставил перед собой официальный Тбилиси, была предельно циничной. Уничтожение или, в лучшем случае, изгнание народа Южной Осетии с родной земли. Вы не позволили этого сделать. Спасли ни в чем не повинных людей. Отразили вооруженное нападение. Выполняя свой долг, погибли солдаты и офицеры. Наши с вами боевые товарищи. Память о них мы сохраним в своих сердцах. Народ России полностью поддержал действия руководства страны и российской армии, направленные на защиту мира на Кавказе. Одержана военная победа. Уверен, что в свое время справедливое и суровое наказание, суровое возмездие постигнет и тех, кто отдавал преступные приказы. Операция по принуждению Грузии к миру в конечном счете не осложнила наши отношения с другими странами мирового сообщества. По одной достаточно простой причине. Кто бы что ни говорил, но тем не менее все прекрасно понимают. Правда на нашей стороне. Россия права и с юридической, и с морально-нравственной точки зрения. В этот день я хотел бы поблагодарить и своих зарубежных коллег, которые оказывали год назад содействие в усмирении тбилисских авантюристов. Грузинская сторона, если давать правовую квалификацию того, что произошло, развязала агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев. А значит и против России. Такой вывод прямо следует из смысла статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций и специальной резолюции Генеральной Ассамблеи 1974 года, где дается определение акта агрессии. Она полностью соответствует ситуации, которая была в Южной Осетии в августе прошлого года, когда Грузия вероломно атаковала миротворческий контингент и гражданское население. Я хотел бы, чтобы все здесь понимали простую вещь. Вы действовали абсолютно легитимно, отражая агрессию против граждан своей страны. Уверен, что это хорошо известно и тем, кто вооружал и, к сожалению, продолжает вооружать тбилисский режим. События 8 августа четко показали слабость существующей коллективной безопасности. Мы не раз предупреждали мировое сообщество о неэффективности этой системы. Настаивали и продолжаем настаивать на пересмотре устаревших, неадекватных времени подходов к обеспечению справедливого порядка на глобальном и региональном уровнях. Россия выдвинула развернутые предложения о заключении юридически обязывающего договора о европейской безопасности. Мы уверены, что создание новых действенных механизмов в этой сфере в интересах всего мирового сообщества. Уважаемые товарищи, вооруженное нападение на Южную Осетию фактически предопределило трансформацию политической карты за Кавказье. И решение Российской Федерации о признании независимости Южной Осетии и Абхазии было единственно возможным. Только так мы могли обеспечить безопасность людей и стабильность в Кавказе.